Долгострою на перекрёстке улиц Московской-Курчатова пошёл уже одиннадцатый год. В 2014 году участок обнесли забором, чтобы построить магазин промышленных товаров. Возмущённые жители близлежащих домов обратились в суд, и тогда разрешение на строительство аннулировали. Позже работы всё равно возобновили, но продолжалось это недолго. Стройка снова застоприлась. Жаркие споры и недовольство вокруг объекта не прекращаются до сих пор. Больше всего ситуация обеспокоены люди, которые живут рядом с Долгостроем. В прошлом году состоялись публичные слушания по заявлению застройщиков. После изменения генплана и правил землепользования и застройки на этом участке нельзя строить магазин. Застройщики же пытались добиться того, чтобы территория всё-таки получила вид разрешённого использования магазин. По их заявлению в октябре администрация провела публичное слушание, на которое пришло много горожан, высказались негативно главный санитарный врач. И в совокупности это дало основание администрации отказать застройщикам в изменении разрешённого использования. То есть строить магазин получалось нельзя. Застройщики не согласились с этим решением и обжаловали его в арбитражном суде Нижегородской области. Процесс длился с февраля. И, наконец, арбитражный суд в иске застройщикам отказал. То есть суд ещё раз подтвердил, сейчас строить там магазин нельзя. Алексей Волгин также отправлял депутатское обращение на имя министра земельно-имущественных отношений Нижегородской области Сергея Баринова. С просьбой расторгнусь инвестиционное соглашение и договор аренды. Так как у застройщиков срок реализации проекта по строительству магазина истёк ещё 19 мая текущего года. 6 июня застройщики обратились в Совет по имущественному и земельному отношению Нижегородской области с заявлением о продлении срока реализации инвестиционного соглашения. И вторая неприятная часть – это то, что министерство, как выяснилось, считает нецелесообразным расторжением. Они считают, что здесь нужно всё это достроить. Окончательное решение будет принимать Совет по земельно-имущественным отношениям. Для этого они будут собирать всю информацию и мнение администрации и граждан, а также будут учитывать решение арбитражного суда. Канал 16 будет следить за развитием событий. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.